здравствуйте дорогие городе я очень люблю выращивать салатный лук в однолетнем обороте через рассаду самый конечно популярный и самый который мы каждый год точно выращиваем это лук exhibition вот вы увидите сейчас на грядке вот он достигает иногда вот таких вот размеров с килограммчик лук просто очень крупный конечно и очень сладкий именно салатный у него толстые чешуйки вот очень сочный из него прекрасно мы делаем конечно просто салаты из одного лука даже с лимончиком салат замечательный к мясу к любой просто как отдельный гарнир получается в этом году еще вырастил два сорта лука это белый сорт комета лук тоже салатный тоже через рассаду его я выращивал по такому же принципу как выращиваю exhibition на мой взгляд прекрасный увесистый лука смотрится замечательно посмотрим конечно по вкусовым характеристикам и как он будет храниться потому что при обычном хранение вот по крайней мере у нас exhibition хранится не больше чем до нового года но у нас хранение некоторые пишут что в погребе он может или там именно в хороших условиях холодных именно хранится в принципе почти до весны долго у кого-то хранится у нас до нового года но у нас условий хранения погреба нет и нет таких хороших условий хранения где-то всегда 15 градусов есть и третий лук еще я выращивал это лук red sweet он в принципе позиционируется тоже как салатный тоже выращивается в однолетней культуре из семян желательно через рассаду можно прямо прямо прямым посевом конечно если длинное лето не как у нас то есть пораньше высаживать у нас только через рассаду естественно в принципе достаточно крупный это не самые крупные луковицы то есть это я среднюю где-то луковку взял то есть крупнее среднего замечательный лук и так сейчас немножко просто о принципе выращивание конечно чтобы вырастить именно добиться вот таких вот неплохих урожаев и именно стабильно это делать конечно мы начинаем семян то есть семена должны быть именно того сорта именно exhibition так он должен быть exhibition они что-то под него подкошенные да и так далее то есть лук должен конечно соответствует сорту семена верней в дальнейшем важно тоже это какую рассаду мы вырастим я вот для себя уже пришел к мнению что конечно если мы хотим получить очень крупные луковицу и чтобы он достаточно быстро вызрела у нас все равно нужно чтобы в однолетней культуре лук достаточно быстро вызрел сейчас вот у нас стоит жара но уже передают грозы дожди и все если к этому моменту мы лук не уберем то он может уже подвергаться загниванию то есть он уже хранится может и не хранится может загнить даже на грядке поэтому чем быстрее он достиг своего хорошего перегнулась шейкой достиг своих размеров желтой чешуйка или белая чешуйка до или там красные но уже чешуйка именно сухая должна появиться обязательно на луке то есть он должен быть уже принципе его можно уже что называется собирать досушивать и хранить вот для этого нужно конечно вырастить качественную рассаду и я пришел к выводу лучше всего рассаду выращивать в кассетах то есть каждой растенице в небольшой кассетке растет рассада лука вот и к себе шины и других сортов пока мы выращиваем рассаду мы его перо подрезаем где-то раза три по крайней мере вот я подрезал вот не даем ему лечь что называется даем ему чтобы он всегда как бы перо желательно стояла тогда рассада из кассета достается без поврежденных корешков и моментально приживается то есть мы ее когда пересаживаем она моментально приживается мы не раздираем если мы в каком-то ящике выращиваем да как бы общую рассаду мы ее раздираем подрезаем где-то даже корешки да она приживается приживается неплохо и урожай можно получить тоже неплохой но все равно не так быстро и всего скорее не такие большие луковицы у вас вырастут второй момент что я заметила что помогает вырасти тоже крупному это то что мы должны его в принципе рассаду высадить достаточно рано на грядку но есть такой момент очень что если мы высаживаем рассаду рано она может подвергнуть с возвратным заманском хотя луковые да и лук сажает под зиму если под зиму лук ему вообще мороза нипочем любые так вот салатный лук если мы высаживаем молодую рассаду и она попала под мороз она конечно реагирует и перо конечно здорово поражается он не погибает он дальше это рождается и так далее но очень на урожайность это здорово влияет так вот чтобы у нас лук не повредился возвратным заморском при ранней высадке вот в этом году я его накрыл не тканкой высадил рассаду накрыл не тканкой и забыл на две недели как раз прошло наверное 34 и довольно-таки сильных возвратных заморозка под не тканкой он просто прекрасно себя чувствовал во первых днем стояла солнце палящим и он приживался хорошо был в полутени не подвергался конечно никаким там луковым ухом и так далее вот и что самое главное не подвергся вот этому возвратному заморозку потом я не тканку снял и даже удивился какой он стоит мощный сильный прекрасный перо пром зеленущее замечательно а уже у меня конечно был опыт когда я этого не делал и когда лук подвергался вот именно возвратному заморозку и как бы это было не очень приятно конечно перо очень-очень здорово повреждался вот это второй такой моментик который тоже можно учесть и конечно самое важное это как вы подготовили грядку да на какой почве лук растет почва не должна быть кислой лук любит более щелочную немножко ближе к семерочки вот почва должна быть очень хорошо дренированная потому что корни у лука вы знаете прекрасно они корневых волосков не имеют и он должен очень легко проникать и вот именно этот пучок корней вот этот вот пучочек он должен легко проникать в грунт поэтому хорошо дренированная почва не глина должна быть и хорошо конечно удобренная лучше чтобы это был не свежий навоз а по предшественнику хороший предшественниц у лука это капуста капуста принципе может быть картофель могут быть даже томаты перцы вот могут быть конечно тыквенные но капуста одна из лучших предшественников для лука под нее мы можем уже в бухать нормально в принципе органики навозе к можем бухать под капусту а уже вот после нее посадить лук и на последствиях этого навоза он может вот уже вырастать большой по перу в течение сезона мы делаем корректирующий подкормки и конечно защиту от вредителей и защиту от болячек да это от болячек в принципе все известные довольно таки то это фитоспорины и им подобные на основе сяной палочки на основе триходермы да также можно обрабатывать в принципе достаточно известные все биопрепараты также вот мне прекрасно помогает такой препарат как профи флан это препарат который на мой взгляд борется одновременно как заболеваниями так и одновременно противостоит что называется вредителем потому что он состоит из экстрата корицы очень пахнет прямо корицей этот препарат когда вот обрабатываешь прямо стоит на весь огород запах и в качестве микроэлемента в нем на основе цинка тут добавлен цинк а лук и все луковые чеснок лук очень любят цинк и в принципе конечно производители вообще кто производит луковые они делают микрообработку смысле они делают листовые обработки прямо цинковыми препаратами всевозможными по перу и поэтому вот препарат профифан для лука на мой взгляд очень прекрасно подходит сдерживает заболевания меньше конечно луковая муха намного меньше поражает и так далее вот в принципе вот такие вот небольшие моменты чтобы вырастить качественный лук сейчас уже пора его убирать повторюсь что дальше мы держать его не будем то есть он достиг своих размеров шейка у нас перегнулась и что еще важно чтобы в принципе перо еще конечно зеленущее вроде бы дать еще бы чтобы она высохла но повторюсь что уже обещают дожди грозы и мы не будем рисковать а чтобы у нас прекрасно сейчас это все высохло мы вот прямо сушим вот в таком вот виде убираю я это все на чердак и дожидаясь когда перо просто высохнет до хруста будет просто сажу она все рассыпется что называется шейка вся пересыхает вообще очень просто замечательно высыхает конечно корешки все сейчас мы ничего не обрезаем а просто достаем и в таком вот виде убираем на чердак вот так вот он хорошо высушивается по после этого конечно идет уже обрезка и убирается уже в холодное место на хранение вот в принципе все что я хотел сказать про выращивание салатных луков а на этом сегодня все до свидания до до скорых встреч